Здарова всем, это Арзик. Сегодня в работе у меня машинка Volkswagen T5 транспортер 2006 года, на котором будем сегодня менять задние тормозные диски и колодки. Вперед погнали, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Заднее правое колесо я снял, видим какая уже выработка, то есть миллиметра там полтора, где-то два, то же самое сверху, выработка уже большая и диски не проходят уже по толщине. Ну и видно какое состояние. Машинка постояла довольно-таки долго. Приходится теперь менять. С чего начинаем? Для начала видим, что у нас задний тормозной суппорт идет с ручником, с флажком ручника. Для облегчения работы по замене дисков достанем сам трос привода ручного стояночного тормоза из флажка. Здесь и скрепление. Видим, тут уже нет стопора, его снял кто-то уже до меня. И скрепление достаем полностью трос. Освобождаем суппорт от троса. После этого откручиваем два болта крепления направляющей. По-моему здесь болтик 12. И снимаем суппорт. Снимаем скобу, снимаем диск. Все чистим и собираем в обратной последовательности. Погнали! С чего начнем? Начнем с того, что нам необходимо снять трос. Достать его из флажка и из крепления. Как достаем трос? С помощью отверточки. Флажок. Нажимаем с помощью одной отверточки. Как рычаг используем. А другой отверточкой просто выковыриваем край троса с бабушкой из флажка. Все. И далее просто заталкиваем трос вниз. Снизу скрепление он достается просто рукой. Так, трос достали, его уберем в сторону, чтобы не мешался. Откручиваем теперь два болта крепления направляющих и снимаем суппорт. Видно, колодки настолько укреплены. Как вы говорили, что даже со снятым суппортом диски или прокручиваете. Выдеваем тормозные колодки. И снимаем пружинки. Раз и два. Так, колодки и суппорт сняли. Теперь нам необходимо снять скобу суппорта. Для этого с тыльной стороны откручиваем два болта под головку на 21 и снимаем скобу. После этого откручиваем болт крепления тормозного диска и снимаем сам тормозной диск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Диск сняли, колодки сняли, теперь все подготавливаем к установке. Для начала необходимо вдавить поршень на суппорте в исходное начальное положение. Здесь он вкручивается и вдавливается одновременно. Вот здесь вот видим, есть распазик и с противоположной стороны такой же вот он. Вот здесь пазик. Используя специнструмент, мы вкручиваем, одновременно вдавливаем поршень. Значит, нам необходимо вдавить поршень, почистить вот эти вот клыки изнутри, чтобы они были чистые, без окаленной ржавчины. И почистить саму вот эту вот поверхность, наружную поршню. Поехали, делаем это. Поехали, делаем это. Чтобы не заворачивало пыльник в процессе вкручивания, я его чуть-чуть вот так вот отверточкой приподнимаю и немножко туда выдышки, чтобы пыльник скользил по поршню во время вдавливания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так что мы имеем по суппорту. Здесь внутреннюю часть этих клыков мы почистили, все выровняли чистенько, почистили наружную лицу, как так сказать, часть поршня, вдавили его в исходное положение. Суппорт подготовили. Далее нам необходимо подготовить скобу суппорта. Что на ней именно надо почистить? Надо почистить вот эти посадочные места под колодки, то есть полностью вычистить эти пазики внутри и снаружи. Полностью чистим с одной стороны, со второй смазываем направляющие. Погнали! 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 одну сторону скобы подготовили вот ее теперешнее состояние и вот так выглядит скоба до чистки чистим эту сторону вторую и смазываем направляющей мотор сзади сзади рул воздуời в среде Продолжение следует... Итак, суппорт почистили, скобу тоже почистили, подготовили. Сейчас сравним, давайте, на запчасти, что у нас есть. Так, тормозной диск. Так, тормозной диск. По высоте такой же. По диаметру тоже. По посадочному тоже все идентично. Смотрим колодочки. Также один в один такие же в комплекте болты идут, но новых пружинных плотинок нет. Поэтому нам надо будет эти почистить перед установкой, тоже удалить эту всю грязь, ржавчину и окалину. Почистить. Почистить посадочное на ступице и собрать все в обратном порядке. Погнали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok